Как мы санкции переживаем, тут интересный расчет сделал наш Росстат. Он взял за основу методику Евростата, то есть как они там считают, как там европейцы живут. Вот он перенес на наши реалии и по расчетам Росстата выяснилось, что опросы граждан об их материальном положении показывают, что экономический потребительский оптимизм, то есть как россияне смотрят в будущее, как они свои финансы оценивают, что могут купить, что не купить. Так вот этот оптимизм у нас гораздо выше, чем в большинстве стран Евросоюза. Наихудшие потребительские настроения в Греции, Эстонии, Болгарии, Венгрии, Португалии и на Кипре. Вычисления показывают, что настроение наших потребителей, россиян, кратно лучше, чем в большинстве стран Евросоюза, хотя год назад эти настроения были у нас хуже, чем в половине стран Евросоюза. Ну а в Европе лучше себя чувствует всего шведы, как выяснилось. Ну неудивительно. Ну я не владею ни методиками Росстата, ни методиками Евростата. Но если Росстат говорит... Михаевстат что говорит? Ничего не говорит, он молчит, я давно заткнул его, а он молчит. Он считать не умеет. Это самое, свои деньги посчитать бы как-нибудь так, чтобы на все хватило. Но, значит, что касается того, что Росстат говорит, ну если это так, ну это здорово. Как говорится, остается только верить. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить. Поэтому поверим Росстату в этом смысле. Ну я думаю, что это свидетельствует как раз о простой вещи, которые все равно в эту большую политику укладываются. Вот в то, что, ну условно говоря, там вот нас вот как-то так вот демотивировать, как сейчас модно говорить. Точнее говоря, огорчить и расстроить до такой степени, чтобы мы вообще там уже жить не захотели. Ну Западу не удалось. То есть, во-первых, объективно санкции, которыми нас обложили, они, конечно, нам вредят. Но они благодаря предпринимаемым мерам не вредят настолько, чтобы мы ощутили какие-то прям такие совсем тяжелые жизненные последствия, связанные с резким снижением уровня потребления. Вот это первое. А второе, как бы, да, это говорит об общих настроениях. То есть, такого настроения, что, так сказать, пора ложиться во гробы, как бы, да, и это самое, не ждать конца света, тем не менее, у нашего населения нет. Да, а это тоже такой достаточно важный, важная составляющая такого общественного мнения и самочувствия, а также того, как вообще страна себя видит, как она ощущает себя. Потому что что такое вот этот потребительский оптимизм? Это в той или иной степени, пусть очень примитивное, но вера в будущее. На самом таком примитивном уровне, но вера в будущее. Значит, условно говоря, будем жить. Так ли, иначе ли, ну, будем жить. А поэтому надо как-то обустраивать быт, надо, так сказать, что-то планировать. Расти детей. Да, расти детей, надо, так сказать, развиваться и так далее, и так далее. Я думаю, что это вот с этой точки зрения даже очень важно. Хотя, опять же, методики не Росстата, не Евростата, как бы, я не готов анализировать. Или как-то, так сказать, их там оценивать. Ну, наверное, там сидят, это самые тоже знающие люди. Иногда, правда, Росстат выдает какие-то такие данные, которые вызывают удивление. Но в данном случае, если они действительно взяли эту методику, там переняли и так далее, и так далее. Но здесь, честно говоря, и без Росстата это видно. Потому что, в общем, стремление нас всех, значит, погрузить в глубокое уныние, вот, оно у наших противников, значит, не получилось. Стремление их понятное, вот, но этого не случилось, по крайней мере, пока. Ну и слава богу, так сказать, так и дальше будем держаться. Вот, ну и потом насчет того, что надо жить, как бы, да, это вот для меня лично, вот, и у меня там по натуре, как бы, я такой исторический оптимист, что называется. Сиюминутный пессимист, как бы, тактический пессимист и стратегический оптимист. Вот, вот такие дела. Так что, ну, конечно, да, надо жить. А что, какой смысл, условно говоря, так сказать, да, знаете, как-то вот самого себя в какие-то такие суицидальные ситуации загонять? Я вот такого смысла не видел, не вижу и видеть не собираюсь. Вообще, как бы, да, никакие формы там самоубийства, условно говоря, там, не реальные, так сказать, не виртуальные, мне лично не близки. Ну, к сожалению, в мире все больше пессимистов, которые считают, что не надо заводить детей, надо жить для себя. И тот журнал Lancet публиковал исследование, газета The Telegraph его публикует, это исследование. Очень такое грозное предупреждение всему человечеству, что из-за резкого падения рождаемости население Земли в ближайшее десятилетие начнет сокращаться. Это произойдет впервые со времен черной смерти. Это пандемия чумы в XIV веке была, которая выкосила треть Европы. В целом население сократилось достаточно серьезно. Но вот ученые говорят, что грядущее сокращение популяции, оно не связано ни с какими пандемиями. Это все естественными причинами, что не хотят жители Земли, по крайней мере, часть, которая там живет в Европе, в Соединенных Штатах, вот они не хотят продолжения своего рода. Приводится общий коэффициент рождаемости, статистика, да, что женщина должна в среднем иметь 2,1 ребенка. Ну, понятно, да, это все дроби, но для увеличения роста населения. Ну, вот. В позапрошлом году этот коэффициент пустился до 2,2. Для сравнения, пишет журнал «Лансет», в 50-м году прошлого века коэффициент был почти 5%. То есть на одну женщину 5 детей приходилось. Вот такое грозное предупреждение. Черная смерть сравнивает с пандемией чумой в имирании человечества из-за демографии, нежелания продолжать род. Такой параллель проводит, что черная смерть идет на Землю. — Ай-яй-яй. Ну, во-первых, что касается ученых. Я к ним вообще скептически отношусь. — Вы к ним не относитесь. — Ученые, да. Я по диплому отношусь, но по факту не отношусь. Мне, я говорю, предлагали в свое время и кандидатские защищать и прочее, и прочее. Я честно сказал людям, что я не считаю себя ученым, поэтому мне не нужна кандидатская институция. А они мне так сказали, а за 500 долларов. И я говорю, нет, даже за 500 долларов, мы за тебя все напишем, так сказать, да? В принципе, стоить будет недорого. Я говорю, нет, тем более, за 500, чтобы я кому-то заплатил, так сказать, это вообще, это надо что-то такое придумать невероятное, чтобы я еще что-то, так сказать, покупал себе там, да, такое. Я вообще в этом смысле, так сказать, такой человек, это самое, сложный. Вот, но по поводу ученых, во-первых, у нас все равно, знаете, вот какая-то такая псевдокульт ученых. Ученые сказали, какие ученые, при каких условиях, какова методика исследования, как они делали выводы там, да, и так далее, и так далее, и так далее. Но, и поэтому, как бы, знаете, тоже такой вот какой-то культ ученых, там, вот действительно, какое-то заклинание. Ты слышал? Ученые сказали, да ладно, серьезно. Я лично знаю нескольких ученых, как бы, да, весьма, так сказать, таких неоднозначных людей. Вот, которые, знаете, как вот бывает, выпьют, так сказать, немножко, такое скажут, да. Ну, тоже, можно сказать, ученые сказали, собрались, выпили и сказали, ну и что, ну и что. Вот, ну да ладно. Это так, минутка юмора, что называется, да. Вот, ну а по поводу, по поводу тенденции. Ну, если это действительно так, хотя для меня это немножко удивительно, если честно, да, потому что я слышал как раз, что вот наоборот, все растет и растет. Кстати, тоже вот по поводу ученых. Смотрите, еще совсем недавно тоже ученые, но, видимо, другие, говорили, что наоборот, скоро жрать будет нечего. Потому что, значит, такое количество людей, что они, во-первых, надышали тут столько углекислого газа, что не продохнешь. Это раз. Во-вторых, они съедают столько еды, что скоро никому не хватит. Это два. Тоже ученые говорили. В-третьих, потребляют такое количество энергии, да, значит, это три, что тоже, ну, вообще деваться некуда. Не это ли, говорили тоже какие-то ученые, еще буквально год назад или два года назад, а теперь они говорят, все, это все отменяется. Вот теперь все будет наоборот. Теперь, значит, черная чума и прочее, прочее, вот идет по планете. Так что я бы к этим всем данным ученых всегда относился бы осторожнее. Вот это как вот по поводу, кстати говоря, потепления, да. Например, отечественная школа, там, да, не раз я говорил, потому что у меня как бы тоже есть знакомые и родственники, которые как раз работают в области, там, геологии, там, и всего остального, климатологии. Вот отечественная школа по поводу потепления всегда говорила простую вещь, да. На самом деле потепление и похолодание носят циклический характер, и сейчас определенное потепление вполне вписывается, да, вот в эти вот, ну, геологические, так сказать, эпохи, да, в эти циклы, да. Есть тут какой-то человеческий фактор антропогенный, да, но он явно не является решающим, и вычленить его на 100%, проанализировать, ну, крайне сложно. Вот это вообще вот всегда такая классическая позиция российской, там, террасоветской российской науки. Вот без вот этой заполошности, так сказать, а, значит, спасите, помогите, как бы, да, караул, значит, завтра все пересохнет, высохнет, здесь все, это будет, значит, 100 градусов жары, как бы, и так далее, и так далее. То есть без политической составляющей. Поэтому, да, вот с этими учеными и так далее. Но перехожу непосредственно, так сказать, да, ко второй части, это было либретто, начинаем это самое, как бы, да, непосредственно симфонию. По поводу, то есть этот, как его, оперу, по поводу, по поводу, значит, сокращения. Ну, сразу возьмем быка за рога с точки зрения политической. Если это правда, могу, как бы, да, значит, обрадовать всех тех, кто не хочет рожать детей, и сказать простую вещь. Вот те, кто не хочет, они, и это ученые доказали, постепенно исчезнут. Вот и все. Здесь, для того, чтобы это понимать, достаточно трех классов начальных, так сказать, да, школы. Можно просто освоить основные, так сказать, действия, сложение, вычитание, деление, умножение, для того, чтобы, не будучи ученым, или вот ученым до такой степени, понять, не хотите рожать детей, вы постепенно исчезнете, вымрете, как мамонты, так сказать, или кто угодно. А те, кто хотят рожать детей, те будут управлять этим миром. И они будут пользоваться всеми теми благами, которые эта жизнь и эта планета предоставляет. Все. Вот здесь опять можете там спорить, так сказать, можете говорить, что этот Михеев, так сказать, несет опять какую-то пургу, там, да, вот свою, там, эту традиционалистскую. Ну, я вам говорю, для этого не умеете складывать, вычитать, возьмите калькулятор, на нем посчитайте, да, и вы увидите простую вещь. Те, кто не хотят рожать, они исчезнут. Вопрос только времени. А те, кто будет рожать, они будут управлять этим миром. Сначала они победят и поработят всех, кто не хочет рожать, заставят их работать на себя, а потом они полностью, так сказать, да, захватят управление. Там, как они уже дальше будут там между собой выяснять отношения, там, воевать, там, или еще что-то, это уже будет другая история. Это уже не будет касаться тех, кто, значит, с пеной у рта спорит с тем, что вот рожать детей – это, значит, выживать. Вот и все. Это с точки зрения политики. А с точки зрения, там, философии, ну, понятно, да, теория индивидуализма, с одной стороны, личного потребления, личного комфорта, личного удобства, помноженная на умышленное разрушение всех традиционных ценностей, там, умышленную дискредитацию религиозных каких-то учений, оно, да, ведет к тому, что человек идет по простой дороге. Я иду по пути наименьшего сопротивления ровно туда, где мне удобнее вот в этот конкретный момент. Я не хочу думать ни о своем будущем, ни тем более о будущем, там, какое-то там, не знаю, общество, государство, цивилизации. Плевать я на все, на это хотел. Я хочу жить здесь и сейчас, конкретно в этот момент. Вот если мне конкретно, лично мне конкретно в этот момент удобно, если лично мне конкретно в этот момент вот это доставляет удовольствие, все остальное вообще меня не волнует. Вот мне вообще на все наплевать. И в этот момент он, на самом деле, становится, мне кажется, так сказать, даже, опускается даже не на уровень животного, а ниже животного. Потому что животное все равно умеет себя воспроизводить. Так или иначе, но умеет себя воспроизводить. Оно тоже не заморачивается идеями божественного предназначения или выживания всего мира, но оно, по крайней мере, инстинктивно воспроизводит себя. А здесь вот это падение вниз на базе личного комфорта, оно человека опускает ниже уровень животного, потому что он даже себя воспроизвести отказывается, потому что ему лень, потому что ему не хочется. Опять же, я понимаю, что апологетов у такой диванной точки зрения довольно много, но это апологетика капризного ребенка, который будет вам доказывать до коликов в животе, что он прав, и ни за что в жизни не признаешь, что он не прав, но это не будет иметь никакого значения, потому что, еще раз говорю, возвращаю вас к первому, к сложению, вычитанию, умножению и делению. Те, кто так думают, они просто вымрут. Но, знаете, если бы они просто прожили комфортную жизнь, повеселились бы и тихо исчезли, но нет. Еще раз говорю, сначала они проиграют все, что можно проиграть. Они, значит, будут порабощены другими, их заставят жить так, как они не хотят, так сказать, да, они будут работать на тех, кого будет больше, вот, а потом, как бы, их, а если они будут брыкаться, то их просто уничтожат, а потом, да, они постепенно просто исчезнут. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь все так вот очень жестко, но при этом очень просто, и для этого не нужны никакие ученые, это можно просто почитать. Из этого вывод. Те, кто хочет жить, должен уметь за эту жизнь бороться, это раз. А во-вторых, должен таким образом поменять свою систему ценностей, если она у него, как бы, да, вот тоже такая абсолютно индивидуалистическая, для того, чтобы хотя бы с минимальным, так сказать, приростом воспроизводить себя, свой род, свою семью, свою, так сказать, свою, какую-то некую общность, там, да, свой народ, свое государство и так далее. Тогда будет толк. Это, знаете, вот, в конце концов, даже если так взять какие-то там законы, условно говоря, там, торговли, да, как бы, ну, грубо говоря, так сказать, кто выживает на этом рынке, тот, в том числе, кто больше производит. Меньше производишь, сейчас сожрут, вот и все. Вот. Или это должно быть какое-то такое, так сказать, запредельное качество, условно говоря, которое оправдывает, там, какое-то уменьшение производства. Ну, условно говоря, там, вот иногда говорят, ну, а вот вы знаете, вот какое-нибудь там, да, вот так и так, но зато он же гениальный ученый, опять же, там, художник, там, писатель, поэт. Согласен, бывает и такое, бывает и такое. Только это единицы. Речь о том, что, например, скажем, человек, ну, настолько, там, поглощенный работой своей, да, настолько поглощенный, так сказать, каким-то своей гениальностью, которая, там, ему спать не дает, да, Ему вообще не до этого, он совершенно не от мира сего. Бывает такое? Бывает. Только это, в лучшем случае, 1% из 100. А всех остальных это касается крайне редко. Поэтому, что называется, не терять жизненный тонус, не терять ощущение жизни, это же крайне важно. Но вот интересно, что вот эта нынешняя индивидуалистическая субкультура, она какая-то очень противоречивая. Она, с одной стороны, постоянно человека бодрит каким-то таким фальшивым оптимизмом. Типа, давай, поддерживай, условно говоря, бодрость тела, качай пресс, следи за фигурой. А с другой стороны, говорит, не, а вот детей не надо рожать. Детей рожать не надо. Ну, а нахрена тебе вот твоя вся вот это здоровье? Что ты с ним делать-то будешь? Что с ним дальше-то, да? В том числе, для чего это? То есть, вот такие дела. Тут по поводу жить для себя. Почитал заметку интересную. В Южной Корее новая тенденция. Камни вместо домашних питомцев. Вот чтобы люди как-то в Южной Корее пытаются справиться с одиночеством, с выгоранием на работе. Но посчитали, что животные это слишком большая ответственность, слишком большая нагрузка для себя любимого. Уже и животные. Да, поэтому корейцы сейчас ухаживают за камнями. Одевают, украшают, всюду с собой носят. Посмотрел, такие маленькие аккуратненькие окатыши, там глазки приделаны. Связана для них какая-то специальная кофточка, чтобы не замерз камень. Ну, понятно, там на Востоке, тем более в Корее, культ камней, это все понятно. Но, тем не менее, люди уже дошли до того. Помните, были какие-то там еще там могучи перед этим, но это в Японии. Сейчас до камней, что называется, скатились. По поводу, да, еще одну заметку тоже сейчас читаю на Daily Mail. По поводу, кто будет управлять Америкой в случае такой демографической ямы. Читаю. Представитель штата Огайо Исмаил Мохаммед произнес свою победную речь на сомалийском после своей победы на праймере с демократической партией в третьем округе штата. И пишет, что вообще он свою избирательную кампанию в большинстве своем вел на сомалийском языке. Ну, вот и все. Понимаете, опять же, можно сколько угодно там кривляться, говорить, что вот это неправильно, это не так. А все будет так. Все будет так, независимо от того, что вы там себе по этому поводу думаете. А, кстати, насчет политики по миграции, да, вот насчет миграции вообще. Есть такая страна США, вот в ней есть демократическая партия. Клинтоны, Обама, Джо Байден, те самые, которые ведут против нас войну. Вот они ярые сторонники бесконтрольной миграции. Вот они за миграцию. Вот они говорят, чем больше миграции, тем лучше. Почему? Потому что это наш избиратель, потому что, так сказать, это доходы, потому что это возможность, так сказать, как-то глобализации и прочее, прочее. Вот глобализаторы везде за бесконтрольную миграцию. Вот так на всякий случай просто сравните это с тем, какие технологии тоже переносятся в нашу страну по этому поводу. Но к чему это ведет США? Ну, явно ведет к конфликту, в том числе к серьезному гражданскому конфликту. Вот это всем тем, кто способен думать, как бы, да, это повод задуматься. А насчет камней, ну, это вот борьба жизни с живого с неживым. Вот еще раз говорю, вот есть, значит, тоже, так сказать, в людях, мне кажется, теряющих ощущение того, что жизнь – это нечто большее, чем просто материальное, да, в них есть угасание жизненной энергии. Это вот ведет к угасанию жизненной энергии, да, вот такая энтропия. Она пожирает вашу душу изнутри. Ну, особенно, если вы считаете, что души никакой нету. Вот сначала, так сказать, не хочу иметь много детей, а хочу иметь одного. Потом не хочу и одного иметь. Потом, так сказать, зачем мне дети, я лучше заведу себе собачку. Потом с собачкой гулять надо, лучше кошечку с ней гулять не надо, так сказать. Пусть писеется, так сказать, в лоток. Потом и кошечка хренового, так сказать, заведу-ка я себе, так сказать, это самое, как его, какой-нибудь, какой-нибудь томогочу. Ну, и томогоча, что-то от нее много шума, как бы-то. Заведу-ка я себе камушек и буду его гладить. Но чувствуйте, это же процесс умирания. Это процесс умирания еще при жизни, духовного умирания. Внутреннего. Да, внутреннего. То есть вообще энергия уходит. Вроде как все мило очень, вроде все, так сказать, забавно, вроде как-то, так сказать, все это самое странное. Но, в общем-то, смерть.